Приветствую вас, друзья! Вы на канале Данки Чак, меня зовут Арут, и в этом ролике я хочу рассказать вам про свои впечатления, опыт эксплуатации классного электросамоката от компании Xiaomi, которая называется Mijia 365. Но прежде чем начать этот ролик, я хочу попросить вас подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать свежие ролики. Почему-то многие из вас смотрят мои ролики без подписки, и это не дела, ребят. Я не буду рассказывать про подробные технические характеристики, полный обзор вы можете посмотреть на канале Rumi.com, я снял видос, и я оставлю ссылку в описании, там можете посмотреть и изучить любые интересующие вас вопросы. У самоката пластиковое дно. Это означает, что на каждом бордюре вам придется с него слезать и транспортировать самокат вручную, затем опять залезть на него и поехать. Почему? Потому что, блин, можно сломать это пластиковое дно, а там находится аккумуляторный отсек, и это не очень круто, и я не думаю, что это где-то обслуживается, и можно починить. Есть люди, которым пофиг на это, они спрыгивают, я это видел, но мне кажется, надолго самоката таким образом не хватит. Колеса 8,5 дюймов, это круто, они большие, но они очень слабые. Если их проколоть, не знаю, где можно найти камеру такого размера, вообще, насколько я знаю, отдельно все эти детали не продаются ни в каком магазине, и походу придется все это дело заказывать с Китая. Третий очевидный минус, это влагозащита. Она здесь как бы есть, это IP54, но по лужам я бы не рекомендовал кататься, потому что, скорее всего, самокат выйдет из строя, и это очень печально. Что по весу? Самокат сам весит 14,5 килограмм, его неудобно таскать с собой. Да, если вы мужик, то, в принципе, можно донести до машины, затем на машине доехать до ближайшего парка, где вы хотите покататься на самокате, и только затем его эксплуатировать. Взять самокат с собой в город, поверьте мне, это очень сложно. Недавно я съездил в Москву, мне нужно было доехать до офиса, чтобы отснять обзор на этот самокат, и в метро меня все ненавидели, потому что я пачкал людей, колеса грязные, он огромный. Ты стоишь сначала с левой стороны вагона, затем с правой стороны вагона, смотря с какой стороны платформа, и это очень неудобно. Автономность. Действительно, самоката хватает на 45 километров, даже больше, где-то 50 километров он точно может проехать. Мне кажется, от именно вашей модели зависит, но именно в моем случае 50 километров стабильно самокат может проехать на одном заряде. Заряжается он примерно за 6-7 часов, то есть, если вы ночью поставили на зарядку самокат, то к утру он уже будет готов. Либо же вы можете приехать на самокате на работу, поставить его на работе на зарядку, и к концу вашей смены можно смело встать на него и поехать домой. Что по поводу скорости? Скорость зависит от вашего веса, от дороги и угла на дороге. То есть, если вы весите много, допустим, больше 100 килограмм, то самокат, по сути, должен проехать намного меньше, и его скорость должна быть в пределах 20 километров в час. Но это не так, как оказалось на практике. Я вешу больше 100 килограмм, и самокат способен развивать скорость 25 километров в час и способен проехать 45 километров. Поэтому, мне кажется, что компания с вами просто указала минимальное значение, чтобы люди не пользовались самокатом по максимуму. Из мелких фишек компания заявляет, что здесь есть функция рекуперации энергии, то есть, когда вы тормозите, либо катаете на нем просто так, то у вас возвращается часть энергии. Не знаю, работает это на практике или нет, я не заметил прироста энергии, может быть, я очень мало тормозил, но все же. Не знаю, напишите в комментариях, если у вас есть такой самокат, работает ли у вас эта функция или нет. По дизайну он выглядит футуристично, особенно переднее колесо, покажи переднее колесо. Поскольку оно закрыто, людям реально очень интересно, что это за зверь такой очень необычный. Самокат весь серый и с такими вот красными элементами, то есть, тормозные вот эти провода, некоторые детали на колесах, они красного цвета, и выглядит на самом деле это очень круто. Если на картинках он выглядит черным, то по факту он такой темно-темно-серый. Также здесь впереди есть АБС, да, он действительно работает, и привод здесь передний. То есть, если человек легкий, он весит где-то 70 килограмм, нажав на кнопку газа в режиме спорт, колеса на месте шлифуют и оставляют за собой черный след. Представляете, насколько здесь мощный мотор. Также сюда китайцы не поленились, установили фонарь, который, в принципе, работает неплохо, ночью подсвечивает, и, мне кажется, его хватает вполне. Ну и дальше все по стандарту. Установили сюда обычный звоночек, который очень громкий, но, как правило, люди не обращают внимания на такой звук. Если ты за кем-то едешь, они не отходят в сторону, и приходится ждать, либо просить вслух, чтобы они отошли, и это не совсем удобно. По сравнению с прошлой моделью сюда добавили экранчик. Экран действительно информативный, сюда выводятся все значения, то есть поломки, скорость, режим, который вы выбрали, Drive, Sport и Eco. Его все еще можно подключать через приложение к смартфону, следить за всем тем, что показывается на экране, но, мне кажется, это бесполезно. Приложение было создано для предыдущей модели, потому что там такого экранчика не было, к сожалению. С задней частью тоже все интересно, сзади установлены дисковые тормоза, которые очень мощные, но они останавливают самокат не сразу, то есть постепенно, для того, чтобы вы не сожгли свой двигатель. Потому что, если вы будете спускаться с какой-нибудь горки и нажмете до конца вот этот курок, чтобы затормозить, то, вероятнее всего, ваш двигатель сгорит. Именно для этого и созданы дисковые тормоза и АБ, чтобы у вас самокат останавливался постепенно, поэтому рассчитывайте, прежде чем тормозите, успеете вы затормозить или нет. Также сзади у нас установлен такой же фонарь, красный, габаритный, который загорается, когда вы затормаживаете и мигает. Это очень удобно. Подножка, то есть катайте по Москве, сели на лавочку, купили себе мороженое и у вас самокат стоит и спокойно дожидается вас. Через приложение можно включить сигнализацию, у вас самокат блокируется и он начинает отправлять на смартфон уведомления. Я это не проверял, не знаю, как это работает, но, насколько знаю, такая функция действительно есть. По сборке тут все просто. Вы открываете коробку, достаете оттуда самокат, у вас будет пятигранный или шестигранный ключ. Просто вкручиваете сюда четыре болта со всех сторон, чтобы у вас руль плотненько лежал. И все, в принципе, больше ничего не нужно докручивать, самокат практически полностью собран. И, как правило, колеса все накачаны и самокат заряжен на 80%. То есть можно сразу достать, собрать руль и поехать кататься на нем. Это очень удобно. По безопасности, подушек безопасности здесь, к сожалению, нет. Единственное, что может вас защитить, это отражающие элементы на колесах. Вот такие вот отражающие элементы, тоже красного цвета, они помогают водителям увидеть вас на дороге в темное время суток, чтобы вас никто не сбил. И это тоже очень удобно, как мне кажется. Расскажу еще немного про транспортировку. Да, его можно возить с собой в Москву. И каким образом? Здесь руль складывается, имеется вот такое крепление. Покажи поближе. Имеется вот такое крепление. Оно туговатое, но, в принципе, не так уж и сложно им управлять. То есть, оно складывается, и, соответственно, опускаете руль вниз, и звоночек, который у вас есть, он крепится на специальное такое резиновое крепление на колесе. То есть, отодвигаете, и все. Вы можете поднять самокат, донести его до машины, либо же взять его с собой в Москву. Он тяжелый, не знаю, долго с ним ходить очень сложно, хоть и весит 14,5 килограмм, казалось бы. Но, не знаю, доехать до центра города с ним в час пик, это не самая лучшая идея, поверьте мне. На этом все, друзья. Напомню, что полноценный обзор вы можете посмотреть на канале Roomicom. Я оставлю ссылки в описании. Там обзор сделал, опять-таки, я. Рассказал про самокат именно в плане технических характеристик. То есть, вы можете узнать всю информацию в подробности. Актуальную цену можете посмотреть также по ссылке в описании, зайти на сайт Roomicom и посмотреть, сколько стоит самокат, и приобрести его, если он вам потребуется. Вы же, друзья, не забудьте поставить лайк этому ролику, если он вам понравился. Обязательно подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать свежие ролики. Меня зовут Арут, вы были на канале Данки Чайк. До новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok